Добро пожаловать на канал! С вами Артемус и сегодня я расскажу, как вы легко и просто сможете нарисовать вот такие вот красивые розочки с помощью простой гуаши. Если же у вас гуаши нету, а есть акрил, вы можете его использовать. Давайте скорее начинать! Для работы нам понадобится лист А4. Я его по всем краям обклеила скотчем бумажным. Вы этого можете не делать, однако если вы рисуете на не очень плотной бумаге, например на кузнаковском ватмане, то лучше все-таки свой листочек прикрепить к какой-то подложке, чтобы при намокании его не сильно коробило. Рисовать я буду гуашью. Взяла в тюбиках от фирмы Pebio и очень рада, что гуашь в тюбиках, потому что выдавливать ее очень удобно, в отличие от доставания из баночек. Если у вас нет гуашевых красок, но есть, например, акрил, вы можете смело рисовать им. Правила будут точно такие же, просто краска при высыхании будет иметь такую грянцевую поверхность и не будет размываться водой. Оно еще не будет выбеляться, потому что гуашь на несколько тонов при высыхании светлеет. Первым слоем я не буду наносить карандаш, потому что он не очень красиво просвечивает. Я сделаю такой легкий рисунок. Букет у меня будет занимать 2 третьих на моем листе. И такими вот круглыми большими мазками я намечаю основную массу цветочков. Не мельтешите, хотя если у вас есть желание сделать какие-то более маленькие цветочки, пожалуйста, не вопрос, можете рисовать помельче. Один цветок у меня будет свисать. Вы можете повторить рисунок в точности, как у меня, а можете на свое усмотрение расположить цветы, так как вам больше нравится. Внизу сделаю вазу. Еще как можно проверить цветочек. Вот так поставьте кулак. Если у вас, конечно, не настолько большой кулачок, то 3 пальца можно отмерить. И примерно вокруг 3 пальцев у вас должен получаться бутон. Рисовать я буду синтетическими кистями. Не рекомендую использовать белку или пони, потому что ворс у этих кисточек слишком мягкий. И лучше взять с более таким плотным ворсом синтетику. А щетину тоже лучше не брать, потому что она может корябать вашу поверхность. И первым слоем я беру белила. Много-много белил и совсем чуточку розового пигмента на кисточку смешиваю в такой нежный оттенок. И такими легкими быстрыми движениями вверх-вниз начинаю закрашивать фон. Несмотря на то, что я делаю фон движениями вверх-вниз, вы можете рисовать более хаотичными мазками. Вообще абсолютно любыми, как вам нравится. Можете даже взять кухонную губку и пошлепать по фону именно вот этим вот поролоном. Эффекты будут тоже интересные. В следующих уроках мы обязательно порисуем и с помощью таких необычных материалов. Обратите внимание на то, что воду я практически не использую и накладываю краску густо, чтобы у меня не было некрасивых проблешин. Белая будет заканчиваться у вас всегда в палитре быстрее, чем другие краски. И возможно вам придется докупить еще один тюбик. Банку для воды лучше взять большую, чтобы когда вы мыли кисточку, вам не приходилось по несколько раз менять воду. И у вас всегда был чистый пигмент на кончике ворса. Пространство между цветами и сами цветы я закрашивать цветом фона не буду, потому что в этом нет никакого смысла, так как сверху будет плотный слой и просвечивать фон точно не будет. А вот место, где ваза и стебли я закрашу, потому что между стебляками возможно у меня будут красивые просветы. И мне потом будет сложно перекрыть, например, зеленый цвет светло-розовым. Поэтому вот эти легкие такие розовенькие проблешинки пускай остаются. Чтобы сделать фон более интересным, я практически сухой кистью набираю белило. Лишнюю краску об палитру я вытираю такими пошлепывающими движениями. И легкими протирками сверху вниз, еле-еле касаясь бумаги, я начинаю делать свободные мазки. На розовом фоне появляются такие белые пропляшины и создают дополнительный интересный эффект. После того, как я закончила работать с фоном, я сменю большую синтетическую кисть на более маленькую, такую же круглую с тонким кончиком. Выдавлю на палитру черную краску и фиолетовую. Если фиолетового цвета в вашей палетке нет, абсолютно ничего страшного. Можете легко обойтись и без этого цвета. Набрав густо краску на кончик кистей, я сейчас буду закручивать свою розу, именно ее лепестки. Я беру и вот такими аккуратными круговыми движениями, не торопясь, начинаю рисовать такой шарик. Когда у меня остаются вот эти вот дырочки пропляшины, абсолютно ничего страшного. Более тонкой кистью я потом их закрашу. Смешав на палитре красный цвет с черным, черного я беру немножко, чтобы у меня получился такой темно-коричневатый оттенок, я буду сейчас прорабатывать свои вот эти вот образовавшиеся пустоты. Основную темную массу я мешаю не в самой краске, а всегда рядышком, чтобы не портить основные цвета. И вот так начинаю закручивать. Кисти я меняю для большего удобства и не торопясь делаю сердцевинку. Чтобы вы не заскучали, видео периодически я буду немного обыстрять. Низ розы я сделаю темным оттенком, потому что он находится внизу и следовательно света падает меньше. И чтобы у нас лепестки с низом не сливали, сделаю его таким же коричневатым оттенком. Я не боюсь наслаивать слои гуаши друг на друга, но все-таки стараюсь не перебарщивать с фактурой. Если вы работаете акрилом, то вы можете даже попробовать розы сделать с помощью мастихина и наложить краску прям довольно-таки густо и пастозно на свой холстик или бумагу. Опять же, если вы работаете на холсте, с фактурой можно перебарщивать. А если у вас бумага, будьте аккуратнее, чтобы ваши слои потом не растрескались. Вот такая красивая розочка у нас получается. Это первое. Если вам страшно сразу же начинать на чистовике, попробуйте взять черновик, какой-нибудь ненужный листочек и сначала покрутить розу на нем, а потом уже приступать к основной работе. Вот такая милая розочка у меня получается. И точно по такой же аналогии я буду делать другие цветочки. Чтобы мне было проще ориентироваться, я вначале намечаю верх цветка и потом его нижнюю часть. Если у вас возникают вопросы по творчеству, либо по конкретно этому уроку, смело пишите комментарии под этим видео. Я дам вам развернутую обратную связь. Также я буду рада, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Это очень помогает в продвижении видео и мотивирует меня снимать для вас следующие полезные уроки. Третий цветок я сделаю с таким раскрывшимся лепесточком, чтобы он отличался от двух предыдущих. Извиняюсь, у меня мокрая краска немного бликует от окна, а сам лепесток я делаю более темным коричневым, а основание цветка чуть-чуть светлее, чтобы у меня была разница между вот этим лепестком, который как бы раскрылся, и самим бутоном. Если я сделаю все одинаковым цветом, это будет просто большой некрасивый бутон. И раз уж я затронула тему окна, старайтесь рисовать при дневном естественном освещении, потому что когда вы рисуете при лампах, особенно если лампа у вас желтая, то ваши оттенки довольно сильно искажаются, и когда вы увидите свою работу днем, она может иметь не тот колорит, который бы вы хотели. Чтобы мой букет цветов смотрелся естественно, я передними бутонами буду перекрывать дальние цветочки. Если вам перекрывать краской последующие слои сложно, и либо, например, вы не там нарисовали, и предыдущее изображение слишком яркое, возьмите влажную салфетку и аккуратно, прям вот очень аккуратно, потрите место, где уже есть слои красочки, чтобы снять вот этот нежелательный верхний слой. Сейчас будем рисовать листво и стебли. Для этого я выдавила на палитру зеленые оттенки и желтый цвет. Однако, если у вас зеленых цветов нету, абсолютно ничего страшного, вы можете смешать желтый синим и получите зеленый цвет. При этом, скорее всего, он будет у вас более красивого и благородного оттенка. Ну, а мне же приходится намешивать. Для этого в, опять же, зеленый цвет я добавляю красный, и у меня становится моя кучка такой немного грязноватой, и рядышком я еще подмешиваю черный оттенок для того, чтобы добиться глубины цвета. И тонкой кисточкой я сейчас буду закрашивать вот эти вот пустоты между основными бутонами. Мазки я накладываю хаотично, беря на кисть более светлые и более темные оттенки зеленой краски. У отдельно стоящей розочки прорисовываю стебель тонко, нежирно, и делаю прямо на цветах листочки, которые примыкают прямо к бутонам. Той же самой тонкой кистью я прорисовываю свободными, быстрыми движениями стебли цветов. Прямо неаккуратничаю сверху вниз, так резко-резко и смело провожу вот эти вот основания. Если мне где-то получается не очень аккуратно, я не переживаю по этому поводу, потому что будет много листвы, это все создаст общую массу, и сверху на более темные мазки я буду класть светлые оттенки. В основном цвета я кладу с помощью желтой краски, но также не забываю подмешивать и белил. Вспоминаем, что у роз листья круглые, поэтому такими быстрыми мазками справа и слева делаем округлые листочки. Если вы хотите найти ошибки в своей работе, вы можете ее сфотографировать и на телефоне отзеркалить, либо перевести в черно-белый фильтр. Вы сразу же увидите разницу по тону и все неровности. Также есть еще проверенный способ. Поставьте свою работу вертикально и отойдите от нее на расстоянии. Именно на расстоянии тоже видны все недочеты, и вы сможете цельно воспринимать свое изображение и увидеть моменты, которые вам нужно будет поправить. А мы приступаем к стеклянной вазе. Хочу сказать, что если вдруг ваза у вас не будет получаться с первого раза, вообще ничего страшного, не переживайте, вы можете ее закрасить сплошным цветом. Но вначале все-таки постарайтесь сделать ее стеклянной. Для этого возьмите белило и такими вот протирками, как мы рисовали фон, легкими движениями, сделайте стеклянную поверхность. А чтобы придать вазе объем, смешайте белую краску с частичкой черного и таким сероватым цветом с теневой стороны, то есть у нас теневая сторона сейчас справа, сделайте легкие акценты. Не стремитесь прям слишком ровно вырисовывать окружности и симметрию. У нас идет легкая работа, поэтому легких таких простых линий будет достаточно. Последним этапом я разворошу наш букет. Намешаю опять светло-зеленый оттенок и быстрыми линиями буду рисовать такие как бы кончики стеблей, торчащие, висящие. И в свободных местах сделаю маленькие-маленькие бутончики еще не распустившихся розочек. Нарисую эти розочки внизу, между стебельков и сверху. Также на вазе для придания живописности вот этими розовыми мазками придала такой дополнительный объем. Это живопись, хорошо когда оттенки перетекают друг в друга и за счет того, что я сделала этот акцент, вазочка стала более живописной. Работа уже смотрится хорошо, но чтобы добавить объема на фоне и заполнить это пустое белое пространство большой полусухой кистью, я бело-розовыми-розовыми мазками продолжаю делать вот такие вот сверху-вниз акценты. Еще добавляю листвы большой кистью и последним этапом ставлю свою подпись. Это уже по желанию, вы можете никому не писать, либо же оставить красивую надпись с любовью. Аккуратно отрывая бумажный скотч от работы, если честно, это одно из моих самых любимых занятий. Ну и конечно, вот такой результат в итоге мы получаем. С вами была ваша Артемус. Давайте творить в удовольствие. Всех обняла и жду вас на следующих онлайн-уроках.